Ну что же, всем здравствуйте! Всем здравствуйте, да, это, это, как обычно, Эфир NLPTV, вот, и мы, и мы с вами, Андрей Близняков, Юлия Рослова, мы, как обычно, с вами, да, и мы рассказываем, рассказываем всяческое полезное, рассказываем полезное, показываем полезное, ну и, собственно говоря, отвечаем на ваши вопросы, поэтому вопросы копите, да, кто сейчас смотрит нас в эфире, это прям, задавайте прям сразу вопросы, кто будет смотреть это все в записи ну пишите комментарии задавайте вопросы под видео до пишите на лайки пишите нам в личку в общем спрашиваете вот ну что к сегодняшней теме да мы хотели сегодня поговорить про фокус языка тема актуальность не теряет вообще никак не теряет актуальность в общем как бы все все сширится и ширится да и поэтому мы думаем о чего надо еще значит поговорить про эту тему вот что что самое что самое важное что самое интересное нам бы хотелось рассказать про фокус языка мы не будем сейчас их там все 14 а по некоторым данным 16 прям здесь рассказывать да это можно посмотреть отдельно там у нас на сайте есть статья не об этом хотелось бы хотелось бы на на еще раз в общем в общем по ним пройтись да ну как бы в общем из детали из идеи из идеи о том что это такое вообще потому что такой некоторый ажиотаж вокруг фокусов и вокруг борьбы с фокусами языка да он он как бы возник наверное в силу силу некоторого может быть изначального как раз таки как вот такого может быть недопонимания смысла и значения фокуса сейчас мы уже отслеживаем в интернете массу вариантов интерпретации того вообще что такое фокусы языка и как ими пользоваться стали появляться все чаще идеи о том что они не работают и нужны антифокусы языка а вот и давайте мы немного поговорим на эту тему сегодня что же такое фокусы где они применимы где они не применимы как ими пользоваться чем они могут быть вообще полезны и как раз таки сегодня у вас пространство для задавания вопросов на эту тему спрашивайте будем отвечать будем прояснять ситуацию да так чтобы это просто стало понятно о чем это и для чего самый главный на самом деле вопрос это как раз где фокусы языка не применимы это это главный вопрос может состоит только на него ответить и сразу сразу начинается начинает все становиться сильно понятней сразу начинает быть понятно что местами борьба с фокусами языка и это борьба с ветряными мельницами потому что ну как бы дайте в некоторых контекстах а еще и некоторые фокусы языка их применение является глупостью ну то есть натуральные натуральный как бы вот просто не понимание не пониманием того что происходит не пониманием того зачем и что там делается в этом месте вот и собственно говоря бороться с этим ну не знаю вот давайте так самого самого начала да откуда откуда фокусы языка взялись если брать если брать вот ту самую книгу фокусы языка роберта дилса собственно тот то и придумал да описал подарил нам эти технологии огромное что ему кстати говоря спасибо вот если брать эту книгу он говорил я исследовал речи людей которые меняли мир там но к лучшему там как бы так это не в кавычках а между слов читалось к лучшему да но тем не менее меняли меняли мир и там такие имена знаете махатма ганди иисус из назарета то есть люди которые люди которые реально ну там были или не были да люди которые действительно действительно меняли действительно меняли мышление действительно трансформировали но давайте подумаем в каком формате давайте подумаем о чем шла речь это коммуникация массовая это коммуникация политическая это коммуникация пиар ну то есть такой в таком смысле слова, да, в самом таком. Да, действительно, если мы говорим о серьезном влиянии на мир, мы должны понимать, что это вовлечение огромного количества людей для того, чтобы изменения были качественными, да. Именно поэтому мы можем говорить о том, что эти люди действительно привнесли эти изменения, потому что на самом деле много гениальных и психотерапевтов, которые тоже меняют мир, но конкретного человека. Но зачастую мы об этих людях, ну, слышим, что они есть, но как они работают, мы просто не знаем. Поэтому Дьюц как раз-таки подарил нам вот это описание того, как работать с массами, и мы будем этот момент учитывать. В чем заключается всегда работа с массами, да, если мы, например, берем и начинаем рассказывать что-то на большое количество людей. Здесь очень просто и понятно сразу происходит. Что самым важным является в этой самой работе с массами? Какой параметр нас интересует? Если люди, если большое количество людей одновременно где-то собираются, опять же, в психологии мы знаем, что происходит. Снижается критичность, возникает эмоциональное заражение. Люди, которые там находятся, все эти люди, они, ну, слегка, наверное, выравниваются до какого-то такого там общего, среднего. Среднего, прежде всего, эмоционального состояния. А мысли у них могут быть самые разные, да, все равно должна быть какая-то точка отсчета. И прежде всего, конечно же, когда мы говорим о влиянии на массы, мы говорим о том, что сначала нужно, чтобы было определенное более-менее одинаковое состояние у людей. В это состояние, конечно, люди войдут по принципу нахождения здесь. Вот, и вместе с тем, да, я подчеркиваю, это важный момент, снижение критичности. Снижение критичности и вот тот самый эффект толпы. Вот, и фактически, фактически, со сниженным вот этим критическим мышлением люди и работают вот в этом самом массовом ораторском контексте. Вот. Зафиксируем пока эту мысль, да, и пойдем дальше чуть-чуть. Собственно, когда оттуда, когда оттуда из работы с вот этими малоосознанными массами, фактически, людей, Роберт Дилц вытащил фокус языка, ну, систематизировал, естественно, да, там, написал их и принес их, да, привнес их в терапию, принес их в работу с конкретным человеком, с убеждениями конкретного человека. Вот. И там, в этом месте тоже очень важный момент, который, возможно, упускается. В английском, в английском языке, в английской книге про фокус языка Роберт Дилц называет их «beliefs». Это не совсем убеждение, это скорее верование. Он говорит не о каких-то там осознанных выводах. Он скорее говорит о выводах, сделанных на базе малого количества фактов. В выводах воспринятых некритично, опять-таки, ну, где-то откуда-то, от родителей, может быть, из социума, книги, фильмов, неважно, да, но восприняты как догмы некритично. То есть, в большей степени речь идет об этом. Теперь обратите внимание. И тот, и другой, да, и контекст массовый, и контекст терапевтический мы можем говорить о том, что работа фокусами языка идет в некой, так сказать, серой зоне. То есть, там, где люди не осознают происходящее. Вот это очень важный момент. То есть, фокусами языка фактически мы работаем вот в той самой внеосознаваемой области. Если человек не рефлексирует свои убеждения, ну, вот те самые верования, «beliefs», да, если он их не осознает, они на него действуют, не всякого сомнения. Работают, миром его управляют, им управляют, да, конечно. Осознает он их? Не осознает. Проскакивают они у него в речи? Да, проскакивают. Можем ли мы их слышать при должной подготовке? Да, можем. Можем мы после этого с ними работать? То есть, фактически, мы говорим о том, что в индивидуальной терапии работать с фокусами языка – это в нужном нам формате вытаскивание убеждения человека ему в осознаваемую область. То есть, из вот той самой серой зоны, да, в белую. То есть, человек живёт из идеи, что у меня ничего не получится, но он же не отдаёт себе отчёт, что он живёт с такой мыслью, правильно? Она у него просто есть, а он там как-то вокруг неё прыгает, скачет, да что-то пытается, но подсознательно, понятное дело, у него ничего не получается. Мы её слышим, мы её видим, мы там калибруем эту, ну, в процессе разговора с ним мы это убеждение калибруем. И мы ему его возвращаем, но в изменённом формате. Мы начинаем его переопределять, трансформировать как-то ещё, переводить на намерение. То самое смещение фокуса языка, ой, смещение фокуса внимания человека. Мы ему говорим, ну да, конечно, тебе в жизни многое даётся плохо. Ну, в смысле, тяжело, да? Это уже как-то, мы вроде об этом говорили, но вытащили его в другом формате, да? Ну, вместе с тем, ты же хочешь, ну и дальше, 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 дальше. То есть мы фактически строим, да? Мы, используя несколько фокусов языка, выстраиваем ему новую реальность. То есть мы это убеждение, которое он не осознавал, вытаскиваем и по-другому его раскладываем, по-другому его развешиваем, формируя ему новую реальность, где ему станет лучше, где ему станет легче. Но, это важно. Мы изначально работаем с тем, что человек не осознаёт. В массовой коммуникации, опять же, да, если люди не осознают, мы начинаем, ну давайте, не осознают, либо мы на какую-то, как она называется, на какую-то целевую группу, да, например, начинаем воздействовать, зная, что у них есть там определённые убеждения, базовые, и вот в этом месте, кстати говоря, опять же, следует, наверное, упомянуть про психотипы. Про психотипы и про архетипы. Вот, возможно, кстати, про них нам надо будет как-нибудь подробно писать тоже эфиры. Вот, если мы, скажем, ориентируемся на определённый психотип, мы знаем, какие там у него убеждения за ним, ну, то есть какие его формируют, по крайней мере, там, в общих чертах, да, вот, но они же, они же как раз-таки неосознаваемые. И то нам можно с ними работать, привлекая там всех вот этих вот людей. То же самое с архетипом. Да, совершенно верно. Действительно, всегда есть люди, которые, что называется, мастера слова. Причём, вот, некоторые прямо осознанно обучались, там, тренировались, а у некоторых как будто бы, вот, там, дар, да, мы можем это так называть. И эти люди, они лечат словом, да, они задают вопросы, что-то скажут, что-то там ответят, куда-то обратят ваше внимание, и вы начинаете смотреть на мир по-другому. К большому счёту, эти люди используют, конечно, для фокуса языка. Но только после того, как Дилкс описал вот эти паттерны, да, после того, как там он их назвал, эти паттерны фокусами языка, мы можем вот эти вещи рассматривать как инструменты. То есть это не что-то новое, что он изобрял, но он гениально описал. Есть на что там посмотреть, да, конечно же есть. Там проаналировать, возможно, вытащить ещё какие-то детали, и мы об этом сегодня ещё поговорим. Но, тем не менее, вот возможность посмотреть на структуру языка именно вот с такой точки зрения и позволяет нам понимать, когда и где мы можем использовать управление паттернами, лингвистическими конструкциями, а где это бессмысленно. Вот. И тут как раз, да, вот к той самой осмысленности или бессмысленности. Если человек, если человек говорит, говорит вам, то есть, чего-то осознанное, если он предъявляет свою позицию осознанную, там, чёткую, понятную, продуманную, да, мы видим, что вот, ну, что он здесь там не где-то там у себя витает, а просто нормально, вот он здесь, да, здесь говорит, не знаю, как ещё об этом сказать, да, осознанно говорит. Вот. Это не место для фокусов языка. Знаете, когда, когда я НЛП начинал заниматься, на, собственно говоря, в некоторых, в некоторых школах НЛП тогда, на тот момент, фокусы языка назывались дурацким словом раскрутки. Вот. И вот от него как раз таки веет вот этой вот неправильностью. То есть, человек нам говорит, да, человек нам говорит свою позицию. Вот. И мы начинаем что-то там вот мутить, крутить, да, там, сравнивать кого-то с пароходом, кого-то с самолётом, приводить какие-то там странные, хитрые аргументации. Вот в этом месте, да, если, если у нас не фокусы языка, если у нас не магия языка, а если у нас раскрутки, то вот тогда как раз таки мы и попадаем вот в эту самую неправильность. Неправильность идеи на тему того, что вот он мне говорит, типа там, я не хочу, да, а я вот сейчас ему вот так вот отвечу, там, как-то ещё. И вот мы попадаем как раз вот в эту самую, в не очень верную идею, борьбы фокусов языка, типа, какой фокус языка, какой фокус языка бьёт, вот, там, как с ними там бороться, не надо с ними бороться. Если человек применяет фокусы языка, да, они, ну, даже их нельзя, да, применять, неосознанно, если он применяет стратегии мышления, если он так думает, да, если у него гибкий, гибкий разум, чтобы так ходить, он их не применяет. То есть он просто вот так вот как бы живёт и говорит. Да, то есть фактически, если человек обдумал свою позицию с разных сторон, вот абсолютно с разных сторон, он сам для себя применил все эти фокусы, и он чётко понял, что он думает, и чего он хочет. Поэтому, если вы будете заходить с тех же самых сторон, про которые он и так для себя уже всё понял, ну, вы там потоптались, поприсали вокруг бубнами, но опять же, дождь не пошёл, мне сработало шаманство, вот, и здесь, конечно же, это выглядит даже, ну, немножко смешно с точки зрения человека, на которого вы пытаетесь повоздействовать. Иногда, иногда бывает такой вопрос, типа, как там между собой, а как между собой там договариваются или разговаривают там мастера и наупили, там, какие-то там мега-переговорщики, там, там, вообще какие-то такие там боевые штуки, такие вопросы люди задают, ну, нет, в большинстве случаев все боевые штуки, все манипулятивные штуки, и это тоже важно, как бы фокус языка, одна из самых, как бы, явно манипулятивных технологий в НЛП, и так вот, все манипулятивные штуки, они, манипуляция, это ведь никогда человеку стало хуже, манипуляция, это когда вы делаете что-то, чего человек не осознает, если вы управляете какими-то, какими-то элементами мира человека, которые он не осознает, если вы управляете, применяете какие-то инструменты, которые он не осознает, вот это всегда манипуляция, а хорошо, плохо, дело-то второе, так вот, если человек осознает происходящее, да, и вы пытаетесь этим манипулировать, Ну, это не манипуляция, это как объект. Я даже не знаю, я не могу ни пример толковый подобрать, ни что-то ещё. Ну, это когда мама не хочет, не считает нужным давать ребёнку конфетку, то ребёнок может там песенку спеть, но конфетку не получит, на полу поваляться, но конфетку не получит. И назвать мамочка любимая, и всё равно он конфетку не получит, потому что мама понимает, почему ребёнку сейчас нельзя эту конфетку. У неё за этим стоит ценность, она осознанная, она понятная. В другом контексте, в другое время, когда это будет соответствовать целям мамы, вполне возможно. При этом, если ребёнок как-то начнёт лезть за конфетой сам, против всего, против запрета, но это уже другими словами называется, это не манипуляция. Вот, так примерно и здесь. Фокус языка, я повторюсь, фокус языка – работа в неосознаваемом поле, работа в серой зоне. Вот, и как им противодействовать? Не иметь этой самой серой зоны. Теперь давайте вспомним. Вспомним в NLP, да, что у нас, какие инструменты NLP у нас есть для того, чтобы повысить уровень, повысить уровень осознанности, да, повысить уровень понимания происходящего, того, что происходит, как происходит, куда происходит, да. вот инструмента очень простой и понятный инструмент самые первые инструменты науки называется нет модель с мета модель до мета модель которая позволяет собственно говоря от любых построений с чем работает мета модель эта модель работает тоже с убеждением как бы это странным не казалось внезапно оказывается не только фокус языка работает убеждение с убеждениями работает мета модель вот и она начала работать с ними несколько раньше нежели фокус языка но повторюсь это все разные разные контексты применения фокус языка это манипулятивная и в том числе массовое применение мета модель это явная и непосредственное личностное применение когда человек говорит какой-нибудь такую там замороченную штуку когда человек говорит там что-то типа там вот там а вот если вот так то потом жить еще хуже станет ну он использует типа фокус языка последствия как будто бы да да не использует он так думает например даже если он его использует ну хорошо ладно там там простой метод модельный вопрос а каким образом это связано каким образом вот это вот связано с тем что случится вот это методель там курсы лупи практик до 3 модуль 4 модуль у кого когда вот самое самое первое повторюсь самая первая модель а вот там где-то где-то в разговоре где-то вообще не человек начинает придумывать это левые метафоры мне не важно про что про космос футбол там про еще что-то это же вопрос а это как какое-то отношение сейчас имеет здесь да и это тоже мета модель там напоминаю есть там есть паттерн такой да в в мета модели ух вспомнить было так вот сразу до утраченный перформатив то бишь там суждения какие-то еще что то есть какие-то такие там идеи которые вот так вот витают в воздухе да и кто-то зачем-то их притаскивает сюда и там тоже в мета модели есть конкретные вопросы есть конкретные вопросы хорошо а это вот к этому какое отношение имеет к нашей текущей ситуации когда люди говорят какие-то там такие абстрактные умники да откуда-то притаскивая их сюда ну вопрос а это откуда эта мысль кто и сказал когда сказал кому зачем какое-то имеет отношение здесь да такие проясняющие вопросы вот по структуре да мы можем провести параллель со стратегией реальности фокус языка стратегия реальности откуда да это информация куда источник а вот поэтому да очень важно понимать и зоны применимости и на самом деле все гораздо проще чем кажется вот а если вы понимаете структуру и лингвистических конструкций к фокус языка и мета модели как модели работающие с разными лингвистическим как в разных контекстах тот или иной подход вот и собственно говоря тут тоже вот важный такой элемент про про фокус языка если мы их смотрим опять же оторвано от реальности ну да чтобы там сильно оторвано от реальности но если мы смотрим вот как вот эти самые 14 висящих воздухе конструкции да собственно сам дилс писала в своей книге о том что о том что не нашел не нашел он внутренней структуры фокусов языка что вот паттерны нашел а внутренней структуры не нашел то есть стоящих за них да мы говорим о том что фокус языка стратегии мышления но чего там за ними все-таки стоит может быть там где-то чуть более детально да вот мы не претендуя на там какие-то мега открытия тем не менее можем сказать да что некоторую структуру мы нашли вот мы это вот там это я это это юлия ростов и алексей смолкный алексей привет да мы нашли эту самую внутреннюю структуру вот и если если структура да если мы смотрим на эту структуру то там то там понятно что это не просто какие-то какие-то 14 паттернов а это 16 16 паттернов да там где и там да действительно получается 16 но там они на самом деле ночка дробятся почитайте кто статью я думаю мы в комментариях к этому видео ссылку на статью да при делаем вот собственно говоря там внутри да за ними как раз таки видны вот те самые те самые там более мелкие шаблоны мышления то есть с помощью чего с чем кто и как там думает да и там как раз возникают нормальные пересечения нормальные пересечения с мета моделью вот и с пониманием там где мы уходим от сенсорики да где мы меняем контексты где мы используем там такие стратегии мышления как мышление по аналогии то есть там в принципе видно что целый ряд фокусов языка которые базируются на мышлении по аналогии он попросту неприменим в то есть не фокусы языка не применимы стиль мышления не применим стиль мышления не применим там где например люди начинают разговаривать там конкретно по делу цифры там договоренности выстраивать Мы ограничены контекстом, контекстом сенсорным. Зачем нам здесь мышление по аналогии? Да, наоборот, это будет как-то странно, и будет возникать ощущение, что вас хотят куда-то увезти от темы. Аналогии в этом месте, то есть они в принципе всегда. Аналогии нужны для творчества, аналогии нужны как стиль мышления. Ещё раз повторюсь, аналогии как стиль мышления. Полезны для творчества, полезны для открытия, полезны для переносов ресурсов. Но когда идёт, например, конкретный переговорный процесс с аналогией практически не место. Когда там, ну и ещё там разные вот такие вещи. Вот, ну и здесь речь не про борьбу с фокусами языка, здесь речь про осознанность сохранения, опять же, вот контекста, да. Контекста переговорного, контекста целей, контекста всего остального. Чтобы там не попадаться во что, да. Если, если в переговорах нашли, нашли там вашу серую зону, то вопрос не в том, что там фокус языка, не фокус языка. Вы просто там не поймёте, что происходит. Вот, если в переговорах выстроили вот тот самый там ролевой рапорт, да, который в том числе происходит при, ну вот, при массовых коммуникациях, да, когда, там, когда вот возникает вот этот вот эффект толпы, да, когда там люди все, ну как-то выравниваются, выстраиваются, там, да, одного не самого умного человека, да, и без критичного мышления. То здесь тоже получается, ну всё, критичное мышление падает, и опять с вами работают, с вами работают манипулятивно. И, конечно, там речь не о том, что вы там не знаете, как отвечать на эти фокусы языка, скорее всего, вы просто попадётесь, попадётесь, вот, ну, просто ваше внимание ушло туда, где вы не контролируете. И всё, и там уже там фокус языка, не фокус языка, даже если вам просто будут говорить, оно, оно будет уже там проходить без, там, без каких-то вещей. Да, конечно же, если вы в какой-то теме разбираетесь очень хорошо, у вас там есть, ну, хорошие знания, хорошее понимание, логика происходящего, то там увести ваше внимание куда-то в сторону будет достаточно сложно. Но если говорить о массовых встречах, да, то большинство людей, ну, детально не разбирается, именно поэтому он и приходит на эти встречи, чтобы что-то узнать, чтобы что-то получить. И, соответственно, то, что будет рассказываться, та информация, которая будет доноситься с помощью вот тех самых лингвистических конструкций, будет уводить внимание массы людей туда, куда нужно оратору, спикеру, да, там, неся какую-то идею. И опять, мы не говорим, хорошую или плохую, вот вообще не об этом речь, да, речь об управлении вниманием, да, и наполнении нужным содержанием. Вот, поэтому только осознанность, да, и понимание происходящего позволяет удерживать свою сенсорику. Но мы не можем быть экспертны и компетентны всегда и во всем, да, поэтому определенный уровень подготовки перед вот какими-то такими мероприятиями, да, он полезен. Ну, и, конечно же, когда вы туда идете, просто помните об этом эффекте. Это будет немножко позволять вам удерживать некую критичность, чтобы вы потом проанализировали и подумали. Это вот один из вариантов, да, как вот себя вести, как реагировать. Не совершайте поспешных действий, вот просто принципиальная позиция. Подумайте, примите потом. Так что, чего, в формате антифокусов языка, да, настоятельно рекомендуем освежить метамодель. Освежить в голове метамодель, освежить идеи вопросов о сенсорике, которые фактически, да, являются в том числе с фокусом языка стратегии реальность. Освежить, освежить вопросы на сенсорику, опять же, там, на границе контекста, на границе, там, выяснения. Вот, вот эти вот моменты, да. Опять же, то, что, то, что позволяет, да, метамодель позволяет в деталях же, опять же, ну, давайте еще один, еще один, еще одно применение, наверное, вот метамодели, да. Это же хорошо сформулированный результат. Там ведь мы тоже про сенсорику, там мы тоже про конкретику, там мы тоже говорим, человек, я хочу счастья. Чего такое счастье? Начинаем, ну, и мы начинаем расшифровывать, мы начинаем детализировать. Счастье – это чего? Это что у тебя будет, чего не будет, да, что будет вместо этого? Что ты чувствуешь, видишь, слышишь? Потом мы начинаем контекст уточнять. Уточнять контекст и говорить, типа, человек, а где именно у тебя границы будут этого счастья? Да, в твоей жизни, везде, ну, вот так вот, да. Я хочу быть веселым. Веселым – это как? Веселым – это где? Как веселость повлияет на весь остальной твой мир, да, твою жизнь? Как это будет связано со всем? Везде ли нужно быть веселым? Всегда ли нужно быть веселым? Да, 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 насколько, да, насколько веселым? Да, насколько. Это всё очень конкретные сенсорные вопросы, которые позволяют понимать вообще себя, и потом, когда будет вам рассказывать, там, вы, там, зарядитесь весельем навсегда, вопрос, а нужно ли вам туда? Да. Если это разговор один на один, да, если мы находимся в диалоге, если это вопросы, то это вопросы, возвращающие нас в контекст, в сенсорику, в происходящее. И тогда, да, любые метафоры, которые, там, люди предлагают вам на рассмотрение относительно происходящего, ну, метафора – это метафора. Она где-то там. Ну, давайте не будем за метафорой, давайте будем за конкретику, давайте будем про вот здесь, да. Люди, люди предлагают, там, что-то, там, типа, там, ну, если вот так, то там потом будет, о-о-о-о-о, всякое такое будет, да. Почему оно там так будет? Есть какие-то основания так считать? То есть, есть ли за этим какое-то, да? Не, ну, вот так же нельзя, это же плохо, да? Каким образом это связано, да, почему, почему считается это плохо, откуда это проистекает? Это метамодельные вопросы, возвращающие в сенсорику, возвращающие в контекст. Можно их называть антифокусами языка? Да, кто считает, что можно, ставьте плюсик, да, кто считает, что нельзя, ставьте минусик. Вот. Да, если есть вопросы, задавайте, мы сразу будем вам отвечать на них. Да, если взять, например, метамодель, да, взять кусочки из неё, обозвать её антифокусами языка, ну, это будет попросту переопределение. Фокусы языка – переопределение. Фокусы на антифокусы. Фокусы на фокусы, на антифокусы, да. Вот, к чему мы придём, если мы будем вот таким вот образом, да, придумывать всё новые и новые и новые слова? Мы придём к тому, что маркетинг будет развиваться, тем плодится, вот, и люди будут вовлекаться в разные тренинги. Это, в принципе, тоже цель, да, но давайте понимать, что всё-таки есть некая суть, и как её не назови, она остаётся сутью. Если вы это понимаете, неважно, как называется тренинг, на который вы идёте, если вы понимаете, зачем вы туда идёте. Вот, ну, и, наверное, наверное, здесь тоже немножечко к истокам, что ли, НЛП. Хочется, да, тем, кто его делал, да, если почитать, опять же, старые книги по НЛП, первые книги по НЛП. Хотелось людям просто, сенсорно, понятно донести до людей техники, техники управления собой, техники помощи другим людям. То есть техники, по которым действительно, там, мир становился лучше, да, почитайте книгу, почитайте книгу «Свобода – это всё, любовь – это всё остальное». Ричард Бендлер и Оуэн Фитцпатрик вместе. Дух НЛП, ну, наверное, он там находится, да, где-то, наверное, вот очень близко с этой книгой, да. То есть не в идее о том, что давайте всё переименуем, да, не в идее о том, что давайте там, 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 лишь бы, как бы, вот, лишь бы было там всё туда и сюда. Нет, первые книги НЛП очень простые, очень понятные, очень конкретные, очень сенсорные. То есть термины вводились, конечно, ну, практически по необходимости. Очень многие вещи описывались простым, человек понятным языком. Зачем усложнять? Вот, усложнить, усложнить это, усложнять легко, упрощать сложно. Сделать, сделать так, чтобы техника была, там, одна и, вот, там, как бы, на всё, да, там, на целый класс проблем, да, простая, простая, маленькая, из малого количества шагов и, там, ну, в рамках, в рамках сферы применения, да, универсальная. Это отлично, но это сложно. А взять технику, наворотить вокруг неё, там, 33 притопа, 33 прихлопа, обозвать её, там, анти-анти чего-то ещё, вот, и раскрасить её фиолетовым фломастером, это как раз очень легко. Вот, взять и, там, ну, вот, давайте, мысль такая, да, взять старую книгу по NLP, придумать новые термины на всё, в каждую технику добавить по одному-два левых бессмысленных шага, да, попытка, вот, и что мы получим, да, мы получим тщательную новую книгу, да, вот, с точки зрения, как бы так сделать, чтобы у меня была книга, да, это превосходная стратегия, да, но с точки зрения, как бы так сделать, чтобы, чтобы всё-таки было просто, понятно и применимо, наверное, это не очень стратегия, вот, ну, а, как бы, тут уж кому как, да, наверное, нам, наверное, всё-таки хочется, чтобы техники были простые и понятные, чтобы NLP, наверное, оставалось, оставалось сенсорным, оставалось, вот, человекопонятным, оставалось, ну, простым до определённых, естественно, пределов, то есть, там, не то, чтобы выкинуть важно, нет простым эффективным действенным до минимальное количество шагов а те самые идеи вот мы собственно да исходя из этой исходя из этой мысли мы искали мы в тех самых фокусах языка искали ту самую внутреннюю структуру мы год этим занимались вот мы за этот год видели видели по моему 4 или 5 новых фокусов языка вот пока мы искали внутреннюю структуру в том что в том что уже есть и давно люди там старались прямо придумывать какие-то древнегреческие фокусы языка там еще чего-то в общем люди упражняли в какое-то другое совершенно направление в переопределении фокусов в их разделении тренировка мозга вот потренировались вот а собственно говоря мы сделали структуру причем структура кстати тоже что хорошо у нас сейчас марафон же идет вот у нас сейчас идет до пилотный марафон по по магии языка где мы как раз таки вот по этой новой структуре даем новые упражнения упражнения даем по-новому разбираем фокус языка по новому вот мы кстати опять же исходя из этой самой структуры исходя вот из работы с убеждениями мы еще одну интересную вещь нашли нашли что убеждение вообще вот эти вот структуры с которой мы работаем до фокусами языка там некоторое количество может быть различных объектов какие-то из них хорошие какие-то плохие ну то есть смысле ограничивающие там не просто огонь не просто там раз навсегда ограничивающие убеждения и вот убеждения прекрасно себе связывает убеждение описывает участок мира некоторые при этом часть из него вполне себе нормально входит в это самое ограничение да вот самое описание поддерживается этим то есть вполне себе нормально вполне себе позитивная функция а вот часть например там не входит или часть ограничивается то бишь функция негативная вот и тогда если мы если мы смотрим на если мы смотрим на убеждение что она вот прям участок какой-то мира вот так вот прям вырисовывает до людям что-то хорошее попадает а что-то хорошее не попадает это плохо ну так вот например да то тогда мы можем прям гораздо гибче с этим убеждением работ мы можем уже там отдельно по его частям каким-то применять вот те самые там шаблоны мышления применять те самые фокусы языка и коммуникация провокативная коммуникация боевая коммуникация гуманистическая коммуникация гуру вербовочная коммуникация они прям вот четче и точнее получаются да и то что сейчас проходят участники марафона это прям очень здорово они вообще по-другому начинают относиться к убеждениям да понимать что это такое и находить там ресурсы ограничивающие составляющие и трансформировать уже очень четко в общем это не такой интересный проект и есть давай может быть такое предложение сделаем кому интересно поучаствовать в таком марафоне нам в личку да давайте наверное под постами не обязательно вот нам личку пришлите свои контакты почта или телефон мы просто сформируем список и при следующем запуске марафона мы вас оповестим так нормально вот ну что принципе наверное все что хотели мы сказали вот если какие-то вопросы где-то вдруг в контакт facebook вы хотя бы напишите вам банк понятно вот о чем мы говорили да то есть мы ответили на ваши вопросы ну собственно говоря да мы давайте плавненько плавненько мы заканчиваем да сейчас чуть-чуть может подытожим вдруг какие-то вопросы будут тогда конечно ответить вот ну еще раз да фокус языка еще раз там очень 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 тезисно фокус языка работают работают в серой зоне работают в неосознаваемом поле там где человек все осознает фокус языка является вот именно что той самой там софистикой является какими-то этими самыми там фу-фу-фу раскрутками является просто вот ну балабольством до каким-то вот это не надо так делать это это как бы наверно неправильно вот фокус языка работает в серой зоне там где они работают там где они работают вы вряд ли их тогда отследить а если это софистика если вас пытаются запутать и затащить там куда-то в эту самую серую зону ну есть один есть один большой самый главный антифокус языка называется мета модель запомните пожалуйста очень хорошо антифокус языка до 12 12 антифокусов языка это мета модель вот мета модель да там ну как бы понимая что рядышком с ней там находится хорошо сформулированный результат в общем вот эти все вещи как только вы вытащите как только вы сможете вот это вот удерживать удерживать внимание да на сенсорике на конкретике на там ну на на правильном контексте ну все фокусы языка они уже там как бы никуда то есть чек просто там ну тратит время до на чек-чек-чек попросту тратит время на что мы сидим разговариваем человек там про футбол ну хорошо про футбол 2 сейчас не будем по футбол давай по делу все вот это в антифокус языка до великий великий могучий антифокус языка вот который чего возвращает нас в контексте зинаида антифокус это мета модель вот что стало понятно да 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 зинаида антифокусы это мета модель такая вот такая вот мысль вот но с другой стороны так слона не продаж ну что пожалуй пожалуй тогда все чего можем сказать вам на 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 прощание сегодня ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на наш канал да мы всегда рады вашим пожеланиям а вот пишите мы всегда учитываем и формируем эфиры под ваши запросы вот так что будем рады да ну и да и до новых встреч до до новых встреч в эфире ну пи тиви пишите нам пишите на в личку ваши вопросы темы которые хотелось бы услышать раскрыть да мы обязательно это будем учитывать и желающие поучаствовать в марафоне в следующем запуске в личку сбрасывайте свои контакты а мы перед запуском курса вас проинформируем и будем рады видеть вас в марафоне ну что ж всем всем спасибо спасибо кто смотрел нас в живую большой привет тем кто смотрит нас записи да ну а на сегодня всего доброго и до новых встреч в эфире но пи тиви до свидания но пи тиви самое полезное тиви в мире